Добрый день, дорогие ребята! Рад приветствовать вас, с вами Евгений Александрович. Сегодня я хочу поговорить о стереометрии, конечно, и об объемах тел. И начну я с объема параллелепипеда объема куба. Для многих, конечно, у вас эти истины известны, но я все равно хочу повторить, чтобы потом при решении задач на ЭГ у вас не возникало никаких трудностей. Итак, давайте сначала рассмотрим параллелепипед. Вот А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1. Это прямоугольный параллелепипед. В основном все задачи, конечно, рассматриваются в курсе геометрии на прямоугольный параллелепипед. Названия которых элементов этого прямоугольного параллелепипеда вы должны знать, потому что в задачах встречаются эти условия и так. Эта плоскость, например, А1, В1, С1, Д1 называется у нас основание, верхнее основание. Это плоскость, которая внизу, да, А, В, С, Д1, называется у нас нижнее, тоже основание. Нижнее основание. Дальше у нас есть такое понятие, как грань, да. Грань это у нас плоскость, да, боковая плоскость параллелепипеда. Вот я заштрихую, чтобы вам виднее было, да. Это называется у нас грань. Грань параллелепипеда. Дальше, что у нас еще встречается? Конечно, понятие такое, как ребро, да. Ребро это вот все прямые, которые, да, параллельные, да, соединяют верхнее основание с нижним, да. То есть можно написать, что А1А это у нас ребро. Ребро. А1А ребро. Дальше. Что еще у нас встречается? Конечно, у нас такое понятие, как диагональ параллелепипеда, да, попадается такое понятие. Диагональ параллелепипеда, она обозначается буквочкой D. В данном случае это отрезок, соединяющий противоположные вершины параллелепипеда. То есть в данном случае А1С и Б1Д это у нас диагонали параллелепипеда, пересекаются в точке О. Диагонали всего 4 у параллелепипеда, да, можно будет С1А и Д1Б. То есть я нарисовал пока две, да, в диагонали. Если проходит плоскость через диагонали, две диагонали, да, параллелепипеда, то мы можем провести сечение, да. То есть и получается, что, например, так это у нас диагональ. Например, плоскость А1Б1СД называется диагональным сечением. Конечно, у нас в параллелепипеде обязательно есть такое понятие, как высота. Но в данном случае, да, высота у нас, так как мы рассматриваем прямоугольный параллелепипед, высота совпадает с ребрами, да, параллелепипеда. То есть можно написать, что А1А это и есть высота параллелепипеда. Обозначается H можно и А1, и Д1, это тоже у нас высота, H это высота. Теперь перейдем к самим основным формулам. Итак, самая первая формула, которая часто встречается, задача на ЕГЭ у вас будет попадаться. Диагональ параллелепипеда. Диагональ в квадрате равна, назовем элементы параллелепипеда, например, в основании. Одна сторона это А, вторая сторона это В, и высота H назовем ее С. И теперь я знаю, что у меня, во-первых, диагональ параллелепипеда, она равна в квадрате, равна А в квадрате. Одна сторона, плюс вторая сторона, плюс третья сторона в квадрате. Сумма квадратов, образующих параллелепипеда. Эта формула очень полезна. Конечно мы с вами прошли такое понятие как площадь полной поверхности Полной поверхности Полной поверхности параллелепипеда Это у нас все боковые грани И плюс две площади основания То есть она будет площадь полной поверхности Так и будем Напишем площадь боковой поверхности Плюс две площади основания Они у нас одинаковые Две площади основания Ну и, конечно, формула есть, да, как находится площадь боковой поверхности, напишу вам, площадь боковой поверхности, это есть периметр основания умножить на высоту, периметр основания на высоту. Площадь основания, вы знаете, да, в основании у нас в основном прямоугольник у прямого параллелепипеда, поэтому просто А умножить на Б, вот. Итак, еще у нас, конечно, формула, которую вы все знаете, это объем параллелепипеда, да, объем параллелепипеда, вы в детстве проходили, это очень просто, находится так, объем равен, произведение трех сторон, А, Б на С, вот она, объем параллелепипеда. Но если рассмотреть, да, как по правилам, да, как у нас рассматривается именно в стереометрии, да, понятие, да, объема, выглядит это так. А на Б это площадь основания А умножить на Б, мы найдем площадь нашего вот этого основания, да. А если я умножу еще на С, а С это в данном случае высота, то есть я могу объем параллелепипеда назвать, написать как площадь основания умножить, площадь основания умножить на высоту. Объем прямого параллелепипеда находится именно так. Дети, по этой фигуре вам нужно знать для решения задачи раз, два, три, четыре, пять форм. Если вы будете использовать их, да, то тогда любая задача, встретиться она на ЕГЭ вам или в стереометрии учебнике, да, вы сможете справиться. Давайте теперь перейдем к более интересной фигуре, да, это куб. Очень хорошая фигура, правда чуть я кривовато нарисовал, ничего страшного. Итак, у куба все стороны, все ребра равны, да, основное свойство куба. То есть одна сторона, у меня одно ребро А, второе, я могу обозначить, тоже А, третье ребро А. Все стороны, да, как мы находим площадь полной поверхности, да, площадь полной поверхности, полной поверхности. Мы можем найти это 4А в квадрате. Раз. Вы эту формулу знаете. Очень удобно и хорошо. Дальше. Как найти нам диагональ куба, да, вот она, я нарисовал, диагональ куба. Как нам найти диагональ в квадрате равняется, что получается у нас, 3А в квадрате. Это так находится диагональ куба. Теперь, конечно, объем куба, но объем куба, все знаете, объем куба, объем куба, это есть у нас А в кубе. То есть, напишу объем куба, то есть, что объем куба равняется А в кубе. Итак, ребят, конечно, вы знакомы с понятием призмы, да, у нас призма прямая рассматривается в основном. Что такое призма? Это когда какой-то многоугольник, да, в одной плоскости соединен параллельными линиями с таким же многоугольником. Эти многоугольники называются основаниями, да, они равны. Еще у нас есть понятие, конечно, ребро, так же, как у параллельпипеда, да, грань, так же, как у параллельпипеда, то есть, в принципе, те же самые названия, да. Максимум, чем отличается от прямоугольного параллельпипеда, это тем, что в основании может лежать как прямоугольник, квадрат, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник и, короче, многоугольник, да, поэтому называется призма. Итак, объем сразу, да, мы знаем, площадь полной поверхности, да, полной поверхности находится у нас, как площадь полной поверхности, находится у нас также площадь, две площади основания, прибавить площадь боковой поверхности. Площадь боковой поверхности также находится, да, как периметр основания умножить на высоту. Дальше, что у нас еще известно Площадь основания, она находится в зависимости от того Какой многоугольник находится у нас в основании Затем, объем призмы Объем призмы, как мы находим Ну, конечно, раз прямоугольный параллелепипед Это же тоже призма, да Находится так же То есть, это площадь основания Умножить на высоту Запомните эти формы Итак, ребят, давайте рассмотрим пример Задача такая Дан прямоугольный параллелепипед Вот он у нас в данном случае Известно, что три измерения его равны различным сантиметрам То есть, сторона одна 8 сантиметров Вторая сторона 12 сантиметров И высота третья сторона, третья образующаяся параллелепипеда 18 сантиметров Вот здесь напишу Найти сторону куба Ребро куба Вопрос такой Если объем параллелепипеда равен объему куба Это в условии у нас вот написано Объем параллелепипеда равен объему куба Надо найти ребро куба Итак, давайте решим эту задачу Пишем решение Ну, конечно, мы знаем, как найти объем параллелепипеда Это произведение трех его образующих сторон То есть, а умножить на b умножить на c В данном случае получается, что мне надо 8 умножить на 12 умножить на 18 Пока считать я не буду, чтобы времени тратить Я просто знаю, что объем параллелепипеда Он равен объему куба по условию А объем куба я знаю, как находить Это есть а в кубе Итак, теперь я слегка смогу найти ребро куба То есть, то, что мне требуется найти Я пишу, а в кубе получается это равно вот этой штуке То есть, 8 умножить на 12 умножить на 18 Как вычислим? Возьмем корень кубический, да, чтобы найти а Корень кубический из 8 Это я сразу напишу 2 в кубе 12 это 2 в квадрате умножить на 3 И 18 это 9 умножить на 2 То есть, 3 в квадрате умножить на 2 И вычисляем 2 в кубе это 8 Ой, 2 в кубе корень кубический Из 2 в кубе это 2 Здесь у меня 2 в квадрате Здесь 2 в кубе То есть, умножаем еще на 2 И получается 3 умножаем на 3 в кубе Это 3 в квадрате будет 3 в кубе Извлекаем корень будет просто 3 И получается ответ 12 12 сантиметров получается у нас ребро А Все, записываем ответ Ответ 12 То, что нам и требовалось найти Я надеюсь, что в принципе с этими фигурами у вас никаких сложностей не будет Старайтесь, пробуйте, стремитесь Удачи вам, ребят, пока Субтитры делал DimaTorzok